Вот такая, пусть даже очень эффективная реклама, не заставит нас с вами по-настоящему серьезно думать об экономии воды. Но есть в цивилизованном мире идеальное средство, которое моментально заставит любого транжиру считать потребляемые им деколиты. Это реальные платежи. Пока мы с вами платим за воду как бы условно и по усредненному типу. Но вскоре, согласно последнему указу президента, платить будем полностью. И вот тогда остро встанет проблема учета потребления воды. Насколько готовы к ее решению в Монтагонске? Мы задали этот вопрос людям, которые заняты сейчас выпуском в серию нового прибора по учету расхода воды. И разговор состоялся в момент, когда комиссия администрации города нанесла визит приборостроительному заводу в отчет. Попали в точку, попали своевременно. Прибор, что я посмотрел, мне понравился. Тем более, учитывая его и качество, и учитывая его экономические характеристики. Полумиллионный Магнитогорск с его заводами-гигантами, потребляющими воду в количествах огромных, находится в степной зоне. И поэтому лишен возможностей, какие имеют Челябинск, МИАС и ЗОТОРУСК, расположенные в зоне целого каскада розер. Подземные розеуары постепенно иссякают. И проблема дефицита воды перед рабочим городом стала в последние годы необычайно остро. Вот почему вопрос учета потребления воды стал для группы ученых и инженеров научно-производственного объединения СОЛИТОРУ главным в их деятельности. Борис Николаевич, закономерный итог четырех лет упорного труда – это вот счетчик у вас в руках. Какова дальнейшая судьба? Ну, судьба его, наверное, будет таковой. Надо научиться производить в большом масштабе эти счетчики и подать его на рынок. Потребительский рынок довольно широкий будет. Почему? Потому что цели, которые преследовались при создании этого счетчика, были таковыми. Первое, чтобы он был доступен по цене. Второе, чтобы он мог поместиться в наши старые сантехнические разводки без их реконструкции. Ну и третье, стоять на нашей воде и не ломаться. Борис Николаевич был одним из тех, кто под кушей СОЛИТОНА принимал активное участие в разработке прибора. И только когда сумел его защитить на разного уровня в ручных конференциях и выставках, пришел с ним к директору АО «Сантехмонтаж», который предоставил свои производственные мощности под новый приборостроительный завод. Арсен Федорович, почему именно «Сантехмонтаж» гостеприимно распахнул двери для нового дела в Магнитогорске? Ну, наверное, потому что все-таки вода-то как-то с нами связана. Потому что мы делаем в общем системе водоснабжения и считать воду, это вроде как наша тоже обязанность в какой-то степени. Ну, а потом фирма-то солидная фирма. Я знаю давно, серьезные люди, серьезные инженеры. Они делали нам теплогенераторы очень порядочные, такие хорошие получились, мы убедились в этом. Водоподогреватели такие, которых в общем-то у нас в России, в Союзе не было еще, мы убедились, что хорошие изделия делают. И водомеры тоже в общем-то в их пульс. То есть хлопты проверены боем, да? Да, да, уже все проверили, уже знаем их на по-настоящему. Участие в финансировании этого проекта и в организации завода приняла фирма «Тандем». Людей здесь работающих отличает умение смотреть вперед на дальнюю перспективу. Во многом высочайшая репутация «Тандема» позволила заводу по-настоящему встать на ноги. Эта программа вынашивалась уже с 92-го года. Но тогда бизнес, так сказать, в России, у нас в городе был еще не готов к таким вложениям. Именно мы были сами не готовы, не было средств. И вот сегодня мы подошли к тому этапу, что на выходе уже производства, даже в сегодняшней ситуации, тогда когда не все хорошо по взаимоплатежам, не все хорошо по налогам, все-таки нашли средства и, так сказать, эту программу сделали. Большая, конечно, заслуга в этом Борис Николаевич Санин, который нас убедил несколько лет назад, что это нужно, что это время придет. И сегодня действительно, посмотрите, есть распоряжение президента, правительства, администрации городской, что поезд, так сказать, с подарками ушел для всех. Будь ты коммерсант, будь ты, так сказать, просто житель, за все в мире надо платить. Платить за воду, за свет, за газ. А чтобы платить, надо все это дело учитывать. И сегодня мы предлагаем, так сказать, совместно с нашими компаньонами, совместно с разработчиками, изобретателями, предлагаем сегодня эту программу. Вся идея основывается на изобретении нескольких молодых предприимчивых, так сказать, инженеров, которые всю свою жизнь посвятили этой проблеме. На базе сантехмонтаж горного института производились изыскательские работы. И был запатентован именно счетчик, совершенно новый счетчик, которому нет аналогов ни в мире, так сказать, ни в России. Это изобретение позволило достаточно удешевить и сам завод, тот, который построен, сам конвейер и, так сказать, диспетчеризацию воды именно, и сам счетчик. Ну, на сегодняшний день, если сравнивать чисто экономику, то потребитель воды может обеспечить себя прибором учета практически в три раза дешевле того, что есть сегодня. Ну, это чувство просто неописуемо. Есть такое правило, ну, не правило, что ли, закон. Изобрести трудно, практически невозможно реализовать изобретение и никогда не увидеть своих плодов. Понятно. Но при всем при том, вы человек конкретный совершенно, и бьющий в одну точку в течение нескольких лет, и добившийся своей цели. Ну, я не сказал, что это правило на 100% выполняется для всех. Естественно, есть из правил исключение. Вот, наверное, это и есть исключение. И что испытывает человек, который, допустим, достиг своей цели? То есть прожита огромная часть жизни, потрачены огромные силы, энергия, время, и вот достиг. Обычно, говорят, еще опустошенность, как это является. Или есть силы для новых дел? Вот, как раз-таки, это еще раз, что-то сделал. Когда есть результат налицо, никогда опустошенности человек не чувствует. Это я могу даже за всех ответить. Если есть результат настоящий. И, как правило, этот результат позволяет и позволяет человеку, и настраивает его на новую работу, на новые дела и так далее. Продолжение следует...